Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня давайте поговорим о волосах. Если у вас тонкие, слабые, безжизненные волосы, я дам несколько советов, как можно их в кратчайшие сроки оживить и реанимировать. Потому что да, есть такие проблемы, которые можно решить самостоятельно в домашних условиях, используя совершенно такие доступные натуральные подручные средства. И также расскажу об одной очень интересной процедуре для волос, как паровая баня, так что оставайтесь. Хочу напомнить, девочки, что состояние наших волос это отражение состояния наших внутренних органов. Это нормальный гормональный фон, это нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и других систем. Поэтому если у нас там что-то нарушено, что-то работает неправильно, то собственно надо вопрос, конечно, решать прежде всего там, внутри. Но есть такие проблемы, связанные чисто с волосами или с кожей головы. И вот такие проблемы, в принципе, их всего три, две из которых мы можем решить дома самостоятельно. Первая проблема, это связанная с проблемой именно кожи головы. Это какие-то различные заболевания, грекового или бактериального характера. Вторая проблема, это уже структура волоса, когда повреждена. И третья проблема, но она решается уже, конечно, у трихолога. Это патология корней и фолликулярной системы. И первая проблема, как я уже сказала, это проблема, связанная с кожей головы. Это бактериальные, грибковые какие-то инфекции. Смотрите, в домашних условиях вы можете помочь себе, используя эфирные масла. Да, потому что некоторые из них обладают очень мощными антибактериальными и антигрибковыми свойствами. К этим маслам можно отнести прежде всего масло чайного дерева, масло розмарина и масло лимона. Последнее масло, помимо всех вышеперечисленных свойств, еще обладает регенерирующими свойствами. То есть будет помогать восстанавливать поврежденную кожу головы. Смотрите, как можно применять. Буквально пару капель любого из заперечисленных масел добавлять каждый раз в разовую порцию шампуня вашего. И все, вы увидите, уже увидите результат. Но можно еще усилить его, используя это масло на деревянной расческе. Подчеркиваю, именно на деревянной, если у вас пластиковые или железные, поменяйте. Купите гребень из натурального дерева. И перед его применением пару капель, опять же, пройдитесь этим маслом по зубчикам и после этого уже расчесывайте волосы. Почему дерево? Потому что оно впитает излишки и будет выдавать именно ту порцию, которая вам необходима. Ну и плюс ко всему, это такой, знаете, спа-ритуал, потому что этот гребень будет источать невероятно приятный аромат. Следующая проблема, которая также влияет на внешний вид наших волос, это проблема уже структуры самого волоса. И смотрите, постоянное окрашивание, какие-то химические агрессивные воздействия, завивки, распрямления. Все это, конечно, неблагоприятным образом сказывается прежде всего на состоянии коркового слоя нашего волоса, наших волос. Смотрите, картинка, да. В таком случае, когда вот это все агрессивное воздействие происходит, волосы становятся проницаемыми для попадания воды и других экзогенных веществ внутрь именно коркового слоя. Это, видите, основа нашего волоса. Это приводит к набуханию, разрыхлению, расщеплению каждого волоса в отдельности. И по факту получаются волосы, которые выглядят нездорово, тускло, рыхло. Также хочу сказать, что неправильное мытье, вытирание, агрессивное расчесывание тоже влияет. И здесь уже чешуйки волосы легко повреждаются. И это также приводит к ухудшению внешнего вида наших волос. Чем же мы можем себе помочь вот в таких неприятных и вредных ситуациях для наших волос? Опять же, маслами. Но в данном случае уже растительными маслами. И опять же, не всеми. Самые лучшие масла, которые срабатывают вот в таких ситуациях, это масло ши, масло авокадо и масло жажаба. Смотрите, ведь масла вот эти растительные, они в своем составе содержат огромное количество нужных и полезных веществ для наших волос и для кожи головы. Это и триглицериды, и фосфолипиды в виде лецитинов, и жирорастворимые витамины А, Е, Д, К. Причем витамин Е содержится в правильной форме. Это исквален. Ну, то есть, понимаете, одни полезности. И единственный момент, что применение вот именно этих масел, которые я вам сейчас перечислила, идеально будет работать на коже сухой или нормальной, но все равно ближе к сухости кожи. Потому что они обладают некоторой комедогенностью, могут спровоцировать нежелательные какие-то моменты, если кожа жирная. Что делать, если кожа жирная на голове? Значит, я предлагаю использовать, есть, продаются такие ламеллярные эмульсии с фракциями масел, или использовать легкие растительные масла. Это миндальное масло виноградных косточек и органовое масло. И теперь, внимание, сейчас вам расскажу об одной очень интересной процедуре, как паровая баня для волос с использованием масел. Такую процедуру следует проводить раз в неделю, раз в 10 дней, если действительно проблема какая-то такая серьезная. И вы видите, что состояние волос оставляет желать лучшего. Если как поддерживающую терапию, то, в принципе, такую процедуру можно проводить раз в месяц, этого будет достаточно. Что для этого потребуется? Для этого потребуется нам смесь масел, которых я вам только что говорила. Это, соответственно, миндальное, виноградных косточек и масло органы. Мы берем в равных частях по столовой ложке каждого масла. Далее мы готовим шапочку для душа, пару полотенец, фен и горячая вода нам понадобится. Что мы делаем? Сначала надо вымыть голову с любым шампунем вашим. Далее промокнуть волосы полотенцем и, как следует, нанести на них подогретую смесь вот этих масел. Распределить по длине волос, начиная от корней. Далее намочить полотенце в достаточно горячей, я бы сказала, прям в горячей воде. Далее достать, немного отжать и обернуть им голову. Сверху можно надеть шапочку для душа. И держать 10 минут. Далее снимаем это полотенце и повторяем все то же самое со вторым полотенцем. И оставляем еще на 10 минут. Для усиления эффекта можно прогреть феном. После этого просто споласкиваем волосы прохладной водой. Так чешуйки волос закроются и запечатают внутри все полезные вещества. Кстати, вы обратили внимание, что я, когда рассказывала вам о процедуре, упомянула, что надо использовать прохладную воду, когда мы ополаскиваем волосы. Я не просто так это сказала. Вообще горячей водой волосы, девочки, мыть нельзя. Потому что, во-первых, размягчается кутикула. За счет этого вымываются полезные вещества. Также использование горячей воды провоцирует, если вы красите волосы, практически моментальное вымывание краски. И горячая вода провоцирует активизацию работы сальных желез. Понимаете? Да, и получается замкнутый круг. Нам кажется, что чем горячее воду мы используем, тем чище у нас будет кожа головы. А она реагирует на это как на стресс. И, соответственно, начинает выделять больше себу. Мои волосы жирнятся и грязнятся быстрее. И получается вот такой замкнутый круг. Поэтому обязательно учитывать этот факт, что волосы надо мыть температурой воды не больше 36-37 градусов. Также напоминаю вам о бережном вытирании волос. Вы понимаете, почему-то вот на этот факт тоже многие не обращают внимания. Вы, да, полотенцем вы промакиваете, но никаких вот таких движений, механических вот этих трений быть не должно. Иначе вы, опять же, повреждаете волосы. Опять же, не расчесывайте их в мокром состоянии. Это, понимаете, как бы, ну это азы, но я все равно лишний раз вам хочу об этом напомнить. Ну и, конечно же, прежде всего используйте те продукты, которые отвечают вашим запросам, запросам вашей кожи головы, ваших волос на текущий момент. Не то средство, которое вам посоветовала подруга и ей оно зашло, а именно то, которое подойдет вам. Ну вот, дорогие мои красотки, советы очень простые, но на самом деле работающие. Обязательно к ним прислушайтесь и применяйте. И вы увидите, как преобразятся ваши волосы, причем в кратчайшие сроки. Все. Я вам всем желаю красоты, прежде всего здоровья. Ну и прощаюсь сегодня с вами, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.